Чемпион мира по фигурному катанию 2007 года француз Бриан Жубер заявил, что намерен завершить любительскую карьеру после Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Олимпиада в Сочи станет моим последним стартом, заявил француз. Хотелось бы отметить, что Олимпиада уже стала последним стартом для вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Белалова, начальника отдела санаторно-курортного дела и туризма администрации Хостинского района Юрия Чеснокова, вице-губернатора Краснодарского края Василия Надирадзе и многих-многих других, для которых главное не победа, а долевое участие. Добрый день! Новости спорта на сайте osporti.tv. И мы напоминаем наши новости для тех, кто следит не за собой, а за спортом. Сегодня 19 декабря в студии Ян Кузнецов. И мы продолжаем про дела наши предолимпийские. Сегодня в Сочи стартует Кубок Первого Канала. Федерация Хоккея России выступила с обращением к болельщикам, решившим посетить матчи Кубка. Не приезжать на арену на личном автотранспорте, а предлагается воспользоваться общественным транспортом. Трудно, конечно, в Сочи понять, что такое общественный транспорт. Там все общество катается на кому каком удобном транспорте. И сказать жителю Сочи приедет на общественном транспорте, это все равно, что предложить ему скушать шашлык в Макдональдсе. Ладно, еще бы люля-кебаб. Это еще хоть как-то на котлету похоже. То есть хотя бы на такси приехать. Но шашлык и гамбургер, то есть на автобусе или поезде, пусть даже и на немецком, это увольте. И понятно, что уволят. Но, как говорится, от великого до смешного, то есть от мэра Сочи до простого таксиста, один шаг. У нас на период Олимпиады перед законом все равны. Ну и продолжаем курортно-спортивную тему. Сегодня вечером в матче мечте российских туристов сойдутся райские острова, расположенные в Индийском океане. Сейшелы на своем поле в рамках там чего-то встретятся с Мальдивами. Ну, во-первых, сразу обидно, что мечта не всех российских туристов, острова Врангеля или земля Франца Иосифа. Во-вторых, сама по себе фраза «на своем поле» уже заставляет задуматься о правдоподобности такого матча. Откуда на Сейшелах поля? Хотя у нас в марте тоже непонятно на чем, по колено в чем играют непонятно во что. Откуда у местных футболистов время? Если кругом 24 часа все включено. И кто за них будет анимацию с мячиками проводить? А как можно, в принципе, здоровенным резиновым мячом играть в футбол? А каким? А вдруг море вылетит? И где тогда брать второй? Вот у мальчиков, подающих мячи, должны быть ласты с шестью шипами или с двенадцатью. Ну и цена поездки на такой матч, я вам скажу, семьи из трех человек с вылетом из Москвы стоит, как зарплата обеих сборных вместе взятых, плюс сборной Маврикия основного и молодежного состава. Короче, вопросов больше, чем ответов. Очень напряженный может получиться отдых. А теперь о футболе настоящем. Полузащитник «Зенита» Аксель Вицель принял участие в презентации книги комиксов, посвященной сборной Бельгии. Игрок питерского клуба изображен прямо на обложке. Вместе с Моруаном Филайни они несут на плечах главного тренера Марка Вильмаца. Здорово, что Вицелю есть откуда черпать вдохновение. Сюжеты же из повседневной жизни. Вот, например, такие, как Киржаков и Зырянов несут Халка в сторону после назначения пенальти в ворота соперника «Зенита». Или Анюков и Аршавин несут Бухарова на тренировку. Или Романа Широкова просто несет. Ну чем не темы для уже всем полюбившихся и одновременно по-доброму остычертевших комиксов. И по традиции заканчиваем новостью из нашего твиттера. Президент Обама не сможет посетить Олимпийские игры в Сочи. Увы, но такая же лажа с билетами еще и 140 миллионов россиян. А на этом на сегодня все. И помните, если завтра ничего хорошего не произойдет, у нас будут для вас как минимум плохие новости. Пока!